Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас Макдональдс как-то маловато. Я заказала, то ли маловато мне пришло. Я немножко в шоке была, когда увидела этот маленький пакетик. Надо перепроверить, кстати. Я очень голодная, поэтому перепроверять будем после того, как мы покушали. Сегодня у нас очень пасмурная погода. Несмотря на то, что я села снимать видео в 12, очень темно. Это видно даже по кадру. Я, конечно, могу добавить яркость, но тогда качество картинки ухудшается. Поэтому ничего. Давайте вот так. Вчера у одной блогерша увидела страшные кадры касательно животных. Очень, извиняюсь, собачку повесили. Причем так, чтобы она мучилась. Я вот всю ночь не могла заснуть. Когда я вижу такие кадры, мне искренне становится не по себе. Я еще увидела, как женщина на крещении. По-моему, у вас это крещение называется. Я могу ошибаться, извиняюсь заранее. Я не христианка. И в этих во всех тонкостях я не разбираюсь. Поэтому извиняюсь. В общем, она окунулась в прорубь и течение ее вынесла. В этот момент, как она окунается, снимает ее сын. Начинает кричать «Мама, мама!» Блин, такие душеиздирающие кадры. Так становится больно на это смотреть. Просто последние минуты жизни сняты на телефон. Вот после таких видео... Это видео я случайно увидела. Прикиньте, я не знала про это. Это произошло уже неделю назад. Мне просто одна из подписчиц написала «Лайк». Ты видела это видео? Порассуждай, пожалуйста, на эту тему. Я начала у нее спрашивать, что за видео. И она мне кинула ссылку. Я просто офигела. Мне до этого тоже писали про этот случай. Но я не знала, про что именно идет речь. Берегите себя. Делайте выводы. На чужих ошибках. Жизнь прекрасна. Иногда смотрю видео в тиктоке. Там паркур. Или как это правильно называется. В общем, бегают по крышам. Прыгают с таких расстояний. Это просто смерть. И снимают на видео. Вообще, на мой взгляд, такой контент нужно запрещать. Потому что, например, кто-то это делает. Набирает лайки, просмотры. Другой какой-то подросток видит это все. Пытается повторить. Мало ли что может произойти. Эти тосты с сыром. Они очень вкусные. Слава богу, в моей жизни не было моментов, когда я теряла близких людей. Или я просто не помню. Было несколько раз, что я была на похоронах. Но это были люди, не близкие мне. Дальние родственники. Например, моей бабушке. Бабушка говорила, пойдем со мной. Я шла. Но жизнь непредсказуемая штука. Каждый человек может умереть. И когда это произойдет, никто не знает. Но у меня есть постоянная воля, ребят. Я говорю вам. Говорю всем. Несмотря на то, что я исповедую ислам. Я мусульманка. Я хочу, чтобы меня похоронили в гробу. В деревянном гробу. Мне так будет спокойнее. У нас, насколько я знаю, заворачивают в такое одеяло белое. И хоронят. В общем, увидев эти кадры, прям просто сердце кровью обливается. В ютубе, в общем, доступе это видео есть. Если вы слабонервны, не советую смотреть. Так что будьте аккуратны. Берегите себя. Берегите своих близких. Как у меня мама сказала, значит, так было суждено. Но я в это не очень верю. Я вообще не верю в судьбу. Мне кажется, наша судьба у нас в руках. Я не верю, что есть что-то предначертанное, что будет вот так, вот так. Конечно, есть факторы, которые не зависят от нас. И что-то происходит в нашей жизни, и мы невиновны просто, да. А есть какие-то вещи, которые происходят по нашей глупости. То же самое, например, домашнее насилие. Женщины ведь терпят к себе такое отношение. Опять же, не то, что я всегда хвалю женщин. Но вот я после того, как начала снимать на бумажный канал, я рисую, а у меня постоянно на фоне что-то. Я очень люблю смотреть криминальную хронику. Особенно про маньяков. И вот что я заметила. Возможно, меня смотрят психологи. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете на этот счет. Я ваш комментарий обязательно закреплю. Почему все маньяки мужчины? Я, наверное, где-то передач 40 посмотрела. Из серии по следу монстра. Посмотрите обязательно. Очень интересно. Очень. Это просто лучшее. Я посмотрела все серии. И все маньяки там мужчины. Да, есть там, когда женщину убивают, но в порыве ревности. Или отравила кого-то. Ну, чтобы прям серийный маньяк постоянно убивал, получал удовольствие от этого. Заметьте. Это постоянно мужчины. Не то, что мы с вами белые и пушистые. Хотя нет. Да, мы с вами белые и пушистые. Запомните это. Вообще, женщины добрее. Мне в комментариях писали, вот ты предъявила консультанту, что он перешел с тобой на ты. А если бы это была бы женщина, ты бы не стала ничего предъявлять. Да, потому что женщина мне ближе. У нас такой менталитет. Почему какой-то левый парень мне незнакомый абсолютно должен с таким подкатом со мной разговаривать. Я не люблю такие вещи. Я вообще в компании тоже всегда очень сдержанно себя веду по отношению к другим мужчинам. Почему? Могу объяснить. Я не хочу, чтобы у окружающих, у кого-то закралась мысль, что, возможно, между ними что-то есть. Что-то она с ней флиртует. Чтобы избежать таких мыслей, я веду себя вообще просто как Айка с каменным лицом. Че? Нет. Прямо недавно я стою около лифта в своем красивом новом платье Шейна. Наделаю длинные сапожки ботфорта и капроновые колготки. Такая с прической, все дела. И тут вот я стою около лифта и подходит другой мужчина к лифту. Подходит, подходит, подходит. И уже настолько близко ко мне подошел, что вот такое понятие, как личное пространство, уже отсутствовало напрочь. Подошел настолько близко и такой поздоровался. Я такая отошла, посмотрела на него так снизу вверх. Такая, ну, здрасте, типа. Я смотрела как раз передачу, как распознать маньяка. И мне кажется, он маньяк. Мне нравятся подростки в Азербайджане. Мне так нравятся подростки. При всем моем уважении ко всем другим странам, мне очень нравится воспитание подростков. Вот те, кто 30+, они так смотрят, не знаю, что-то подкатывают, что-то пытаются. А вот парни и девочки, 13-14 лет, такие воспитанные, такие, не знаю, мне прям очень нравится. Уже который раз убеждаюсь там. И с пакетом тебе помогут. И дверь тебе придержит. И когда в лифт заходишь, первое, чтобы ты прошла. Не дай бог матом ругануться. И ни разу не слышала ни от одного подростка. У нас в Азербайджане, чтобы матом ругались. Мне это так нравится. Мы все. На чем мы остановились? У меня прям мысли. В общем, о чем я? Если меня смотрят психологи, напишите, пожалуйста, почему маньяки именно мужчины? Я не говорю, что женщины не убивают людей. Речь идет именно про маньяков. То есть, одно дело, убил кого-то на почве чего-то. Я не оправдываю это, опять же, но маньяк это немножко психологическое. Вообще, у меня друзья, окружение все плюс-минус одной профессии. Мне всегда хотелось дружить с людьми разной профессии. Например, я блогер. И экономист. Мне бы хотелось общаться с медиком. Всегда хотелось. Чтобы она мне рассказывала там интересные истории с ее работой. А у меня все окружение, все закончили экономически. Все подружки, брат, все экономисты. Просто немножко остыло. Это моцарала стикс. Съело все, было очень вкусно. На этом все, мои хорошие. Было очень-очень вкусно. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой второй бумажный канал, подписываться на мой инстаграм. Всех люблю. С вами была Айка.